Том Леффлер заявил, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить бой с американцем Дэниелом Джейкобсом, и победитель станет лучшим средневесом и упрочит свой статус суперзвезды. Была проделана большая работа, чтобы устроить этот бой, но никогда не было вопросов, хочет ли этого каждый из боксеров. Оба парня хотели доказать, что они были лучшими, и победитель действительно станет лучшим средневесом и упрочит свой статус суперзвезды. После того, как мы объявили этот бой, реакция со стороны болельщиков и СМИ была потрясающей. Обозреватель сайта BoxingNews24.com назвал, что может стать большим препятствием к организации боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в сентябре текущего года. На мой взгляд, у боя Головкина и Альвареса есть очень мало шансов состояться. Что в конечном счете помешает организации этого поединка, это огромная разница между продажем и Пепперю на HBO, встреча канала Хулия с Эзаром Чауэсом-младшим и противостояние Головкина и Джейкобса. Если предположить, что бой мексиканцев принесет более миллионов продаж Пепперю, а Головкин и Джейкобс 150 тысяч или меньше, тогда стоит ожидать, что Golden Boy использует это в качестве повода предложить Головкину гораздо меньшую долю гонорара. Вряд ли они дадут ему проценты от общего дохода, чего хочет Том Лефлер. Они продолжат настаивать на фиксированную сумму, которую уже предложили Головкину и Чавесу-младшему. Если Головкин и Лефлер откажутся от этой суммы, тогда Golden Boy скорее всего пойдут дальше и воспользуются сентябрьской датой для текущего боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джесс Андерсом. Также Golden Boy уже наметила реванш Альвареса с Мигелем Котто на декабрь. Ожидается, что этот поединок принесет большее количество Пепперю, но вряд ли показатели достигнут 900 тысяч, как в их первом встрече в ноябре 2015 года. Но он принесет по крайней мере 600 тысяч проданных трансляций. А если бой Головкиной и Канелой и состоится, то пройдет в 2018 году. И это произойдет лишь в том случае, если команда Головкина примет условия представителей Альвареса. Чемпион WBC в первом легчайшем весе 29-летний никоргуанец Роман Гонсалес в своим следующем поединке проведет обязательную защиту пояса. Его соперником станет 30-летний нокаутер Исак Силван Гек из Таиланда. Этот бой накануне был объявлен в Пепперю вечера Головкин Джейкобс, который состоится 18 марта в Нью-Йорке и будет показан на телеканале HBO. Британский боксер Билли Джесс Андерс, который является возможным соперником Геннадия Головкина, задумал об уходе из бокса. «Немного потерял удовольствие от игры, подумывая об уходе, оставаясь на вершине», – написал Сандерс в твиттере. «Немного потерял удовольствие от игры, подумал об уходе, думал об уходе из игры». «Немного потерял удовольствие от игры, думал об уходе, особенность эти игры, думал об уходе, penser об уходе». Субтитры создавал DimaTorzok